Мы находимся на улице Жени Дерюгиной. Она расположена в частном секторе между улицами Галины Петровой и Декабристов. Это Ленинский район Севастополя. В 1954 году часть загородного проспекта была выделена в самостоятельную улицу и названа Молодежной. А 6 мая 1969 года переименована в улицу Жени Дерюгиной в честь участницы обороны и освобождения Севастополя, санинструктора Евгении Филипповны Дерюгиной. Когда в мае 1944 года наши войска начали освобождение Севастополя, самые ожесточенные и кровопролитные бои разгорелись на подступах к городу, на Сапунгоре. Ее штурм длился 9 часов. Защитники Севастополя упорно сражались за каждую траншею, за каждый поступ, показывая примеры небывалой храбрости и отваги. На живописном полотне диорамы штурм Сапунгоры 7 мая 1944 года изображен решающий момент штурма. Почти в центре девушка в форме, которая перевязывает раненого. Здесь в образе санинструктора Жени Дерюгиной сошлись все сестры милосердия, пережившие годы героической обороны и освобождения Севастополя. Ей едва исполнилось 18, когда грянула Великая Отечественная война. Женя, учащаяся судостроительного техникума, окончив курсы медсестер, надела военную форму. Боевое крещение девушка приняла под Одессой. На передовой получила первое ранение и была отправлена на военном корабле в Севастополь. Однако не в характере Жени было долго задерживаться в госпитале. Как только узнала, что ее бригада прибыла из-под Одессы и заняла позиции у Балаклавы, она сбежала, чтобы участвовать в боевых действиях. Так для нее начался отчет 250 героических дней обороны. Весной 1944 года с ударным батальоном 83-й бригады морской пехоты Евгения Дерюгина участвует в боях под Балаклавой. Только с 3 по 7 мая она спасла жизнь 80 раненым. В считанные минуты затишья 7 мая Женя торопится черкнуть несколько слов матери. Жива-здорова! Передаю всем боевой привет. Пока у меня есть время, буду давать о себе знать. Плохо только, что я не могу получить от вас. Вот просвистела пуля, сволочь, снайпер не дает писать. Ну вот, мамочка, такая у меня жизнь. Мне очень приятно, что я являюсь защитником Севастополя. Вот скоро покончим с ненавистным врагом, тогда буду дома. Отправить письмо она не успела. Возобновилась атака. Женя была смертельно ранена. Морские пехотинцы похоронили Женю Дерюгину в Балаклаве. Позже, по просьбе родителей, она была перезахоронена в Симферополе. Старшина второй статьи Евгения Филипповна Дерюгина была награждена орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за оборону Севастополя, за оборону Одессы. Посмертно удостоена Ордена Отечественной войны первой степени. В Севастополе именем Жени Дерюгины названа не только улица, но и медицинское училище, в холле которого находится бюст легендарной защитницы Севастополя. Маргарита Пронина, Анатолий Паньков, Севинфорумбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова